Было стыдно, значит, я чуть не разрыдался там просто. Одно из сильнейших переживаний в моей жизни, просто я был настолько шокирован, честно говоря. И я потом анализировал, ну стоп, это же было молоко и пряники. Это было по наружку вроде как, не по-правдочному, но это было по-правдочному. И знаете, я потом размышлял, там был такой рассказ, еще прочел однажды как раз, православный рассказ, деревенская дурочка называется. Значит, дело в 20-е годы было еще там написано, что вроде как бы это исторически было на самом деле. И даже какое-то послесловие там написано было о людях, некоторых участвовавших в этом. Одним словом, в одном селе там образовалась комсомольская организация какая-то там безбожная, значит, да, значит. И там была одна девушка, она уже богата была девушкой, да, значит, а по-моему еще совсем дитя. Вот, значит, ну ее так и звали, деревенская дурочка, значит. И вот, значит, и она все время сидела там на этих посиделках, там, комсомольских всяких, участвовала тоже с ними. Но все знали, что она такая, ну, из богомольной семьи такой, родители ее все время водили в храм, там, к причастию. И там, значит, эти ребята решили над ней подшутить, значит, говорили, вот ты же там в храме, там, причащаешься, да, как. Вот, а мы сейчас тебя причастим, сейчас тебя причастим. Достали самогонки, хлебушка, значит, и он, как один там батюшку собирал, другой дякона подыграл, значит. И, значит, ну они же все знали с детства все это, как бы, да, в общем-то всем было знакомо. Вот, и обыграли прям там, не знаю, какой-то, может, не знаю, сарай какой-то, я не знаю, где они собирались. Обыграли в служение такое. И, а девушка-то, она так вот, как бы, серьезно, вот, как бы, так, благоговейно подходит к причастию, ее там шутошно, смеха ранее так причащают. Вот, и в этот момент вдруг люди услышали, как ангелы пели. Вот, и, короче, вся комсомольская организация коту под хвост, короче. Вот, значит, там они покаялись, и там, значит, даже, там послесловие такое было, что некоторые из этих вот тогдашних покаявшихся, все этих вот людей были даже потом, даже мучениками за Христа, даже, там, даже в 30-е годы. Вот, значит, то есть всякую дури, то безбожную смыло вообще очень быстро у них. Вот, и, значит, я, честно говоря, вот, ну, другие рассказы всякие вспоминал. Вот, там рассказ одного французского автора читал я, когда там про этого скомароха, там, или как там его, клоуна, там, клоун какой-то, который всю жизнь с цирком путешествовал, и всю жизнь мог лишь только жонглировать, как бы, значит, там, и все, как бы, больше ничего. Вот, значит, и он на старости лет подумал о вечности, как бы, значит, о душе, вот, и решил в монастырь прийти, вот, значит, состарившийся в беззакониях, как он говорит. Значит, но его приняли в братью все-таки, вот, значит, но он, у него все с рук валилось. С одним словом, он вообще в жизни ничего не делал, только вот мог жонглировать и все. Вот, значит, и потом стал он в храме пропадать, значит, братья стали говорить, что-то он, там, в храм зачастился, пропадает один там. Вот, и он на стоять, и решил подсмотреть, чем он там занимается. Значит, подсмотрел, а тот, значит, жонглирует всякие там подсвечники, там, понабрал, там, короче, что там, и, короче, там, весь потуже, значит, и под самый, чуть не купол, короче, на такие фигуры. И только настоятель хотел вырваться, значит, выйти, значит, и обличить его, что, мол, ты, мол, свина в бороду, а все за старое, короче, свою глоунаду здесь в храме потешишься Вот, и только хотел так было сказать, представляете, значит, там вдруг образ Христа там ожил, значит, и Господь подходит к нему, и ему, как бы, пот со лба вытирает Вот того, короче, челюсть отвисла, значит, и потом он дождался, когда тот закончил жонглёрство свою ночью, там, и уже вышел из храма Тот подошел к нему настоятель и говорит, я, говорит, знаю, чем ты занимался, но братьям не говори, они не поймут, но я, говорит, видел кое-что, говорит, короче, я тебя разрешаю, благоставляю, там, раз в день приходи туда, значит, короче, делай то, что ты делал, говорит Видимо, Богу это нравится, Господу Другие разные рассказы читал, размышлял, думаю, надо же, вот, человеческий взгляд один, как бы, да, а вот Божий взгляд совсем другой порой Он смотрит на сердце человека И в причастии, не вещество причастия, а саморассуждение, самовера И я часто практикую причастия ежедневные, часто Бывают моменты борения какого-то, что не раз в день, бывает несколько раз в день совершают, вот, рассуждая о теле и крови Христа У меня часто с собой просто немного хлебушка, там, или мацы беру с собой, или хлебушка, просто, допустим, сухарики какие-нибудь, чипсы, не знаю, что у меня есть там под рукой, не знаю, вот, я И бутылочку воды, допустим, вот, и совершаю просто причастие, так, в дороге, размышляя, рассуждаю о теле и крови Христа И вот я понимаю, что вот наше погружение, погружение в эту тему, погружение в тело и кровь Христа Что я спасен Понимаете, во временном измерении жиля это очень сложно Нужно время времени себя это все опять обновлять, размышлять об этом Я спасен через кровь Иисуса Христа Я исцелен, благоставлен Кстати, в истории христианства, я же обещал, слушайте, вот он под занавес, расскажу пример такой За 100 лет еще до вот этих событий, реформации, за 100 лет до Лютера, Ян Гуз был, вот, великий реформатор, чешский И один из предтечей реформации, его, правда, судьба оборвалась очень, так, жесткая довольно, его сошли на костре В Констанции, в 1415-м И, знаете, после того, как с ним расправились, чешский народ просто, ну, восстал Ну, как восстал, они заявили, что не подчиняются папе убийце Папа Римский, который, вот, обещал, как бы, неприкосновенность Все, значит, была охрана грамотой королевы, значит, вот, несмотря ни на что, вероломно его судили и сожгли на костре Полгода ломали его в подвалах инквизиции, заставляли отречься от евангельского учения, понимания библейского Вот, но даже на последнем суде он высказал, именно как раз очень четко и стройно, именно евангельское воззрение на единого ходата Иисуса Христа Кровь Иисуса Христа, Спасительную и прочее Вот, и его сожгли на костре, и вот после этого, когда Чехия заявила, ну, и королева чешская, что не подчиняются папе, вот, который, ну, себя просто скомпрометировал против убийства И, знаете, Папа Римский объявил крестовый поход против Чехии Заявил, что кто убьет хотя бы одного чеха, получит прощение грехов, индульгенцию полную И все имущество чехов отдавалось на разграбление, кроме десятины в казну папы Все остальное можно было грабить, вот, значит, и собралась такая армия интернациональная со всей Европы мародеров, грабить или убить, что на всех даже по Чеху не хватило Больше, чем все население Чехии, представляете То есть у Чехии шансов не было спастись Километровые обозы тянулись, именно чтобы грабить добро и вывозить в другие страны Интернациональная армия, германцы, итальянцы, французы, испанцы, очень разные были, рыцари со своими армиями И представьте, на границе, вот, Германии, Чехии, там долина есть такая, кстати, очень похожа на Мегидон На Мегидон, вот, только фавора не на этого, а так, очень похожа И, значит, и вот там было, вот, последнее расположение вот этой огромной армии И, а Чехия молилась и постилась Три дня, королева объявила три дня поста Даже для всех, даже для животных Даже животных не кормили, она говорила, пусть они тоже попят к Богу молиться Потому что все на заклане обречены, вообще, абсолютно все И три дня было строго поста И после трех дней поста и молитвы Молились только лишь к Богу, как вот и Янгусин говорил Перед тем, как вот на Касню ехал в свое, последнее другое поступление свое Вот, и что произошло? Эти рыцари интернациональной армии европейской Они между собой стали ссориться Они делили шкуру с неубитого медведя уже Они еще там делили чья будет прага, чьи предместия, замки И схватили за мечи Их оруженосцы схватили за мечи И к этому времени настолько вот эти вот Межнациональные страсти разгорелись в этой армии Что ненависть взаимная началась Друг к другу И когда вот началась борьба этих рыцарей Старших армии восстали друг на друга И, короче, они бились день, бились два И армии истребили самих себя Остатки с позором бежали Им показалась там огромная армия чехов приближается На самом деле, никакой огромной армии не было Когда через несколько дней только прибыло туда Вот это вот подразделение там Какое смогли собрать они? Чешское во главе с Яном Жишкой Вот, они просто там даже 300 спартанцев отдыхают Они пришли просто реально умирать Потому что понимали, что это нереально было Сражаться физически с ними, с врагами Столько много пришло врагов Но они пришли вот к это место И увидели полное поле мертвых рыцарей И потом так узнали всю историю Оказывается, вот все как произошло И, кстати, был в Праге, когда я там На памятнике, вот я на Жишке Там написано По-русски примерно так звучит Что чешский воин непобедим, когда у него два меча Первый меч его как бы физический меч Второй слово Божье Вот, и потом была вторая волна крестового похода Меньшая, но тоже очень серьезная Вот, там победа была чистая Ее называли певческая победа Они просто чехи и днем, и ночью несколько дней подряд Просто пели, восхваляли Бога, пели псалмы Вот, ну, брали псалмы Давида И просто их вот на мотив народный распевали Вот, и настолько это все действовало Вот на другую армию вражескую Которая была через реку Вот, что они так и не решились Перейти реку И с позором бежали Вначале небольшими группами Потом уже началось массовое действие И совершенно бескровно вторая волна вот походов рыцарских этих завершилась Вот, и 20 лет маленькая страна против всей огромной объединенной Европы противостояла Представляете, вообще, ну это чудо Это чудо, просто реально чудо И вот для меня, знаете, вот скажу, что Вот, что во времена библейские, что вот в тогдашние времена Что сейчас Бог, Он тот же Бог тот же И Он хочет, чтобы все люди спаслись Действительно И о своем народе Он особенно печется Я знаю сто процентов Но по поводу реформации Она, что тогда, что сейчас Она по-человечески невозможна Но невозможным человеком Возможным Богом Богу же все возможно Аминь Поэтому прошу вашей тоже поддержки Участия вашего Валитесь, вспоминайте об этом Об этой теме вообще Потому что на кону душ и миллионов душ На самом деле, судьба миллионов душ Вот, и верю, что Господь Он совершит это чудо Реформации Обновления Протестантам в чем-то проще, конечно В чем-то Потому что протестантским церквям Конечно, свои проблемы есть Но я порой пустырям протестантским говорю Нам бы ваши проблемы Потому что, в принципе, протестантам не надо доказывать Что не нужно молиться кому-то еще Что идолопоклонство в таком открытом виде Оно вызывает аллергию даже Хотя есть скрытые идолопоклонства Болезни есть открытых форм Православие не очень вульгарные Есть скрытых форм Идолопоклонство, допустим Непослушание Слову Божьему Противление Слова Бога Является тем же самым, что идолопоклонство Или же любостержание То же самое есть идолослужение Получается, скрытая форма этой болезни Поэтому всем нам на кассы из Библии Убегать идолопоклонство Аминь Убегать идолом Аминь Вот Проблема антисемитизма В протестантских церквях Она не такая выпуклая Но Впуклая, будем так говорить Вот как бы в другой стороне Тоже теория замещения Она там, ну, будем так говорить Очень так серьезно порой Вот Хотя Последние В русскоязычном мире По крайней мере Последние десятилетия Очень много сделано Для преодоления вот этих Ну, недугов, будем так говорить К сожалению В православной церкви Именно непосредственно В русской православной церкви А в ОС и ныне там По-прежнему проклинаются евреи По-прежнему антисемитов Восхваляют Как святых Тех, кто сжигал евреев Там, значит, и Холокоста А не отменили этих молитв? Нет, не отменили Нет Некоторые православные отменили Допустим, в Финляндии Православная церковь официально отменила Все проклятия в адрес еврейского народа Все антисемитские вот эти вот Все эти молитвы Все отменили Официально Потом в Румынии Но, опять-таки, до сих пор еще обсуждается Но Есть решение патриарха румынского Есть решение синода румынского Который объявляет официально Отказ от проклятия в адрес еврейского народа Еще есть пару там церквей Там, значит, там Русская нет Русская православная церковь До сих пор Все оставляет на этом месте Не без изменений В Украине 50 на 50 Украиномовные церкви Уже не проклинают Израиль Но русскоязычные, к сожалению, до сих пор проклинают В Белоруссии то же самое В Грузии тоже 50 на 50 В Грузии я разговаривал с митрополитом Лично разговаривал с митрополитом Христофор Цалаваидзе Один из старейших иерархов Грузинской церкви Ему там уже по 100 лет Как говорится в обед Но он такой очень мудрый дядь И очень трезвомыслящий Молодой гум у него очень сильно Скажу так Очень крепкий человек И очень здраво рассуждает Вот он один из тех иерархов на Кавказе Который однозначно заявил Что нет антисемитизму Что в церквях, в наших храмах Мы не имеем права проклинать ни один народ Тем более еврейский народ Но, к сожалению, очень мало кто поддерживает Этого иерарха Вот, значит И я разговаривал с другими священниками У них так, вот, значит, 50 на 50 Вот мнение А в чем, ну, так, у маленьких опросов Основание какое, за что? Никакого основания нету А по-прежнему Вот те глупые вот эти мнения Что вот они распяли нашего Иисуса Христа Как бы, да, вот И не знаем, поэтому не по крышке Как бы, вот, значит Вот это обвинение в богоубийстве В христопродавцах Христа убийстве Оно абсурдно вообще А Иисус вообще Он сам сказал, во-первых Что никто не может взять у меня эту жизнь Да, я сам отдаю ее за жизнь мира Да Вот, и, понимаете Не только грехи евреев были на Христе Все наши грехи Поэтому я священникам некоторым говорил И говорю, что православным Говорю, если хотите увидеть Того, кто распинал Иисуса Христа Вот, говорю, посмотрите на меня Посмотрите на себя В зеркало посмотрите Грехи каждого из нас Были на нем, на Христе Иисусе Поэтому искать крайнего И искать убийцу Иисуса Ну, это, ну, бессмысленно Глупо вообще Абсолютно Все мы Все абсолютно Каждый из нас Поэтому, значит Ну, здесь Нечего на зеркало пинять Вот, значит Знаете ли В том поколении Да, люди опозорились Да, многие Но многие Как бы были на высоте Там и А Мария Матерь Иисуса Христа Я помню Наш антисметизм Вообще церковный Православный Чаще всего Это вообще невежество Реально Как Бердяй говорил Значит И Булгаков тоже Что интересно Я с этим сталкивался Много раз Самый для меня был случай Такой поразительный Просто В Брянской области Где я был настоятельом Еще храма Ну, и как бы Одна из причин Это уже антисметизм Кстати Одна из причин Почему я вышел Тогда из РПЦ Одна из многих причин Тогда для меня Не самое важное Хотя Она очень цепляющая Я даже еще На свой страх и риск Перед Пасхой 95-го года еще Еще за год До выхода моего Из РПЦ Уже Отказался от этих проклятий То есть Ну, я на свой страх и риск Просто Ну Цензуру такую Самолично провел Вот, значит И Эти молитвы не читал Хотя, в принципе Я так рассуждал Все равно Большинство православных Традиционных Они даже не вникают Особенно в то, что Священник читает Ну, думаю Оно мне надо Зачем мне проклинать Еврейский народ Значит И как бы И смысл какой Меня всегда Как ножом по сердцу Вот Даже себя я тогда Не ассоциировал Никогда с евреями Но я даже наоборот Избегал Всякого даже Еврейства Вот, но Думаю Даже если Я священникам говорил Так, что Многим Тогда Что даже если В еврейском народе Не нашлось бы Ни одного порядочного человека Ни одного достойного Только лишь один Был Иисус Христос Ради одного Иисуса Христа Я бы уважал Болюбинный Из еврейского народа Потому что он Свою кровь пролил за меня Ради него одного Я бы это делал Вот И Ну, много других причин было И вот Значит Да, в 96-м Я вышел Одна из причин Да, антисемитизма И С женщинами общался я На приходе Этот случай Стал анекдотом В определенных Кругах Значит Но реальный случай Из моей жизни Общаюсь И возьми Да я и скажи Не специально Протом Не нарочно На эту больную Мозоль наступил Я значит Сказал Что вот Господь Вот Иисус Христос Будучи евреем Там Что-то Я не помню К чему я это Ну К чему-то там Говорил И меня женщина Останавливает Батюшка Простите Ну Какой еврей Иисус Он же не еврей Как же не еврей Ну По маме По крайней мере Еврей Стал объяснять им Как по маме Матушка Богородица Пресвятая И туда же Говорю Ну Я стал им Все Чуть не от Адама Пришлось рассказывать Всю историю Короче Ну ладно В конце концов По шерсти все так успокоилось Значит да Ну они как бы ладно Хорошо ладно И потом Когда уже расставались Одна женщина Если не говорит Значит Они были не с моего прихода А с соседнего прихода У них как раз Петра и Павла Был праздник И она говорит Хорошо ладно Иисус Мария Евреи Ладно Но наших Петра и Павла Не трогайте Я думаю да О наших Петре и Павле Потом расскажу Как-нибудь Слишком много стресса Для одного дня Будет Я слечу И Павел и Петр Тоже Он еврей Тоже не еврей Ну да Вот так вот И вообще интересная История такая Да Вот Во Христе Иисусе Вообще Все эти вот Суеверия Предубеждения Да И межнациональные Все рушится Вообще Абсолютно рушится Потому что Во Христе Новое творение Бог созидает Нового человека Удивительно конечно Это Вот И величественно На самом деле Слава Богу Бог да благоставит вас Братья Сестры До встречи И на земле И на небесах Да Благоставляю вас Ваши дома Родных ближних Благоставляю Паки-паки Ваш город Сегодня поздравляю Ваш город Тем более С днем города Да Да Сегодня 5-е у нас Августа Вот У вас празднество Такое Может еще увидим Кое-что Даже сегодня Что-то еще Вот Пусть Господь Благоставит Во имя Христа Иисуса Конечно Религии В этом городе Много Он даже Посолен стулы С орлом Отличается С Рязанью Там Городами Которые Я более-менее Знаю Хорошо Вот Отличается Вот это Ощущается На самом деле Везде Напоминание Религии Везде Там Это как бы И хорошо И плохо И непонятно Как вообще Честно говоря Потому что Религия Как палка В двух концах Знаете С одной стороны Как бы Уж лучше Так Значит Да Чем Как было Прежде Там Вообще Отрицание Бога И все Святое А с другой Стороны Благоветство Человеку Религиозному Даже сложнее Во многом Знаете Чем Откровенному Атеисту Там С чистого Листа Писать Допустим Да Вот Если Не поймешь Как лучше Вот Но Все хорошо Любящим Господа Да Все Во благо Будет И пусть Ваш город Он переживет Это духовное Пробуждение Аминь Пусть Белые города Действительно Будут Белым Городом Через Кровь Иисуса Христа Аминь Белоснежным На самом деле Знак Прощения Я говорил Белоснежные Эти вот Молоскуты Знак Прощения Знак Прощения Аминь Помолимся Да Спасибо тебе Господь За все Благословенность Вселенной Благодарю Тебя Благословляю Моих Братьев Сестер Благословляю Белый город Белгород Благословляю Землю Белгородскую Во имя Иисуса Христа Во имя Твоей Любви Господь Да Благословит Тебя Господь И Сохранит Тебя Да Призрит На Тебя Господь Светлым Лицом Своим И Помилует Тебя Да Обратит Господь Лицом Своем На Тебя И Даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Отец Сущий На небесах Бог Святой Да Святится Имя Твое И Да Приет Царство Твое Да Будет Воля Твоя И На земле Здесь Белгородской Земле Как На небесах Да Действительно Прославится Имя Твое Здесь В народах Боже Во имя Иисуса Христа Благослови Землю Белгородскую Пусть Господь И город И область Твое Духовно Это пробуждение Душ Многих И многих Душ Переживет Господь Во имя Иисуса Христа Эта земля Благословение Потому что Господь Когда Люди Каются Когда Рождаются От Тебя Новым Этим Рождением Когда Освещаются И сама Земля Благословлена Становится Благословляется Спасибо тебе Господь За все Благослови Сейчас нас Распусти С миром Божи И пусть То что Сегодня прозвучало Даже Из истории Христианства И примеры Разные И слова Твоего Из истории Израиля Пусть это будет Нам назидание Наставление Божие Не для осуждений Не для чего-то Превозношений А для смирения И служения Тебе Господь Во имя Иисуса Христа Боже Пусть Господь В разных Собраниях Разных Конфессий Разных Динаминаций Православных Протестантов Я не знаю Католики Наверное Тоже есть Но Какие бы ни были Церкви Пусть будет Действительно Имя Иисуса Прославляем Восвеличив Везде-везде Во имя Иисуса Христа Слава Тебе Господь Наши Цари Аминь Аминь Благословляю Всем вас Братья С миром Божьим Огромное спасибо Брат Сергей Будет Да Да